Жесткий ответ Еревана накануне визиты Эрдогана в Баку. Пограничные войска Азербайджана заявили о гибели солдата от выстрела с армянской стороны в направлении Тавуша. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Аванесян заявил утром 24 февраля о раненом армянского военнослужащим на том же направлении. Как отмечается, азербайджанские силы обстреляли армянские позиции в направлении села Коти. По словам пресс-секретаря МО, жизни солдата ничего не угрожает. Фактически армянская сторона жестко ответила на провокацию Азербайджана. Что это было, самодеятельность пограничных войск или обстрел со стороны Азербайджана обусловлен более глубинными процессами, в частности, российско-турецким столкновением в сирийском Эдлибе. 25 февраля в Баку прибудет президент Турции Эрдоган, и этот визит выглядит примечательно на фоне конфронтации между Россией и Турцией. Тем более, что 5 марта Эрдоган, Путин, Меркель и Макрон намерены встретиться, чтобы обсудить ситуацию в Эдлибе. Азербайджан – это мяч в российско-турецкой игре. Причем на фоне ситуации в Эдлибе это обстоятельство становится все более выпуклым. В декабре 2019 года с первым официальным визитом в Москву для получения политического благословения отправилась вице-премьер президент Азербайджана Мехребан Алиева. По возвращении Азербайджан заявил о распуске парламента, который не соответствует политике президента. Были назначены досрочные выборы, которые состоялись 9 февраля 2020 года. Эти выборы были рассмотрены в контексте транзита власти в Азербайджане. И примечательно, что для богословления Алиева отправилась не в Анкару, а в Москву. Как к этому отнесся Эрдоган? Направлен ли его завтрашний визит в Баку на ревизию отношений с Азербайджаном в контексте конкуренции с Россией? Эрдоган едет удержать Алиева или договориться с ним? То, что происходит на фоне почти прямой конфронтации в Идлибе, еще более сгущает краски, а это актуализирует вероятность того, что Эрдоган может попытаться использовать Алиева против Москвы. 22 февраля на совместном заседании Совета безопасности Армении и Арцаха был озвучен довольно жесткий месседж, глубинный смысл которого был очевиден. Армения и Арцах не позволят рассматривать армянские интересы и безопасность в качестве разменной монеты в российско-турецкой конфронтации. Видимо, после этого азербайджанцы решили попытаться на товарищском направлении и получили жесткий ответ, который сокращает возможности маневра Эрдогана.